В библиотеку обратился по электронной почте житель далекого Кемерово Георгий Лаврентьевич Кархонжия с просьбой найти статью в белорусской газете о его отце, партизане, который освобождал нашу область. Это было в 1975 году газета. Мы нашли, выслали ему по электронной почте. И вот действительно накануне такого светлого праздника, Дня Победы, мы получили очень приятный, неожиданный сюрприз. С доставкой нам были переданы вот эти прекрасные цветы, подарки от Георгия Лаврентьевича. Нам очень хочется накануне этого праздника потравить и Георгия Лаврентьевича, и от нашего имени, и в его лице и грузинский, и российский народ, и наш белорусский с наступающим Днем Победы. У мамы день рождения было. Я ездила к маме в город Медриков в Лаврентьевской области, поздравила ее с папой, с утра разбудили, с цветами, с завтраком. Вот встретились со всеми родственниками. Ей очень понравилось, она была очень рада. Вообще была рада, что и я приехала с другого города, и папа поздравил. На этой неделе я помогал монтировать ролик, посвященный Дню Победы, посвященный ветеранам, моему поселку, в котором мы живем. Поражает, конечно же, героизм, который проявляется военными, партизанами, всеми людьми, даже обычными людьми, которые принимали хоть какое-то малое участие во всем этом. Гулял по улицам, отдыхал, усилился. Природа. То, что она оживает понедлежку. Приходит весна. Для меня это гордый за свою семью, за свою прабабушку, за прадедушку. Прабабушка – это узник фашизма, который переживает прадедушку тоже. Меня потрясло то, как в ульях украшались с людьми, как было тяжело, как их живали. У меня два прадеда воевало, и, в принципе, обе прабабушки принимали к этому непосредственно участие. Прадед по папиной линии был механик-водитель танка Т-34, а другой прадед, он в пехоте был. Я чувствовал сожаление к ним, то, что они такое прошли, и одновременно гордость за то, что они тоже нашли немаленький вклад в победу.